Врач сообщил страшные новости о дочери Кончаловского и Высоцкой. Маша Кончаловская попала в аварию 9 лет назад. За рулём в тот момент был отец девочки. Он отделался ушибами, а ребёнок получил тяжелейшие травмы. Это табу. Почему на самом деле Высоцкая и Кончаловский скрывают правду о дочери? В последние 9 лет Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая не знают покоя. А всё из-за трагедии, которая перечеркнула их спокойную жизнь. Во время отпуска во Франции Кончаловский не справился с управлением авто и спровоцировал аварию. Сильнее всех в машине пострадала Маша Кончаловская. Девочку с травмами доставили в местную больницу. Жизнь ребёнка удалось спасти. Правда, после этого обладательница знаменитой фамилии несколько раз впадала в кому вновь. После всего пережитого Высоцкая надолго замолчала. О состоянии ребёнка не знают даже приближённые к семье люди. Бывшая жена Андрея Кончаловского, Наталья Аринбасарова, поведала, что вопросы у ребёнка в доме мэтра не звучат. И это личная просьба отца. «Это табу. Мы никогда ничего не спрашиваем, не разговариваем, чтобы не ранить», рассказала 75-летняя актриса в одной популярной программе на отечественном телевидении. Семья продолжает упорно верить в то, что девочка, которой уже исполнилось 23 года, придёт в себя и вернётся к нормальной жизни. Достоверной информации о состоянии Марии нет. Её родители отказались говорить на эту тему с посторонними. Врач-реаниматолог Лев Николаев пояснил, что может происходить с наследницей Высоцкой и Кончаловского. Какие изменения мог претерпеть организм пациентки за 9 лет? «Поддерживается жизнь, и всё. У нас эвтаназия запрещена. Если работает мозг, значит, человек ещё жив. Конечно, за 9 лет произошёл рост изменения во внешности. При хорошем уходе Мария может пролежать ещё очень долго», — заявил доктор. «При этом, по его словам, если Маша придёт в себя, то сможет потихонечку восстановиться. Это будет неполноценная жизнь, но сознание частично восстановится. Какие-то движения будут, шансы есть», — обнадёжил специалист. Субтитры создавал DimaTorzok